Музыка Главная цель этих исследований – победить болезнь Альцгеймера. Учёные здесь, в Бельгии, работают над созданием метода, позволяющего на ранней стадии выявить это заболевание, от которого в мире сегодня страдает более 40 миллионов человек. Музыка Потеря памяти, нарушение речи и поведения – эти симптомы болезни хорошо известны, но диагностика пока далека от совершенства. Для близких больного очень важно как можно раньше начать бороться с этим пока неизлечимым нейродегенеративным заболеванием. У 73-летней Ани диагноз был поставлен на очень ранней стадии – в 62 года. Она живёт в специальном медицинском учреждении. Её муж проводит с ней дни и ночи. Я считаю, что ранняя диагностика – это самое важное. Если рано выявить болезнь, то можно принять необходимые меры в том, что касается медикаментозного лечения, будущего больного и его жизни в семье. Можно найти решение на ранней стадии заболевания, пока его ещё можно контролировать. Среди различных методов диагностики наиболее перспективные исследования связаны с анализом биомаркеров – молекул, которые свидетельствуют о нарушениях в мозгу. В частности, внимание учёных сконцентрировано на небольшом белке, который называется бета-амилоид-42. В объединённом исследовательском центре в Джиле учёные создают образцы для сравнения. У людей с болезнью Альдегеймера спинномозговая жидкость, которая окружает мозг, изменяется, и, следовательно, меняется уровень этого биомаркера Абета-42. Поэтому, когда мы его измеряем в мозговой спинальной жидкости, он даёт нам определённую информацию о мозге этого человека. Итак, что мы делаем? Мы производим образцы для сравнения. Это исходная точка для любого анализа, используемая диагностическими лабораториями, как эталон в их наборах для тестов, которые применяются в университетах и лабораториях при больнице. В итоге мы получим результаты, которые будут совместимы друг с другом и по времени. Чтобы этот проект оказался успешным, потребовалось 6 лет работы и международное сотрудничество. Стандартизация тестов необходима для ранней диагностики заболевания, а также для поиска способов его лечения. Профессор кафедры психиатрии и нейрохимии Кай Бленов подчёркивает их важность при создании новых лекарств. Лечение в основном связано с бета-амилоидом, который, накапливаясь, образует бляшки, способные повредить нейроны. Сегодня проводятся клинические исследования на поздних стадиях болезни, и уже получены многообещающие результаты. Когда у нас появится новый тип лекарств, которые мы называем модификаторами болезни, и которые смогут реально облегчить течение заболевания или замедлить его развитие, нам понадобятся надёжные методы анализа и диагностики, сопоставимые для различных стран и разных лабораторий в одной стране. Исследования, связанные с биомаркерами, продвигаются очень быстро, и появилась надежда, что уже через несколько лет станет возможным, если не полностью излечивать, то по меньшей мере замедлять развитие этого заболевания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова А.Егорова